хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне так как полное имя кузнецова александр викторович год рождения какой 79 ты же совсем девятый мы почти 1 год я 81 откуда сами родом с улаз самого луганска ну да семья дети есть разведем дети есть сколько лет 18 год как попали так называемого формирование лнр мобилизованный был когда 23 февраля это день перед этим да а как как это все произошло по повесткам всех а кто давал повестки на работе работе да и вы подписали ее ну конечно а кем работали я работала не нас комбинате а должен какая вырубник из теста полуфабрика полуфабрика а так фабрика мясная было конечно в луганский мясокомбинат а сколько зарабатывали ну тридцатку я зарабатывал тридцатку так а до 2014 года чем занимались работал тоже где коллическом цеху выпечка выпечка и деревья тату и сколько зарабатывали ну то сейчас я уже не помню честно ну грубо сказать 6 тысяч до спокойная заработка гривен да я понял а вот у вас должность какая была в этих формированиях галанар у меня гранатометчик гранатометчик да где стояли каленково а что то что вас там так занесло ну повезли нас туда мы там по лесополосе стояли окопы выкопали стояли там какие цели ставились никаких копка и ну а быть обустройство блиндажа и всего остального а когда взяли пен тогда со сентября ху вы много воевали да все время там находились карьковской области не там по разной ну харьковской области дабы какие места были первомайская еще потом это такого старовировка и вот яковенко и все с гранатомета стреляли нет смысле нет наполеоне стреляли умели стрелять конечно я был срочную службу служил я был гранатометчиком а это еще советском союзе или когда нет начало советского по украине уже до ему да я понял сколько платили 76 тысяч да ну да это так называемого нормальные деньги да нормально хорошо а вот за что воевали вот лично бы вот этот же долгий срок с февраля по сентябре мобилизировали просто так него ну не воевали мы для себя обустроили блиндажи для себя условно обустроили все окопы находились кажется на своей ну не на своей территории на том месте где нас были мы закреплены а лично за что воевали вот для вас вот какие цели поставить перед собой формирование так называемая российские военные за свободу наш пытаются за свободу ну так потому что у вас по телевизорам одно показывать нас по телевизорам другой показывают мышцы как бы воспользовались мы смотрели своей своей со стороны телевидения у вас своей не пока от него российские от телевидения у вас но даже давайте заберем телевидение да ну все-таки как бы больше на свободу до руб за что за слава свободное люди свободные люди а что вы делали в карьковской области тоже хотели вызволять там людей или да 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 мобилизации все хорошо а вот я мобилизировал я не могу обсуждать проказы вышестоящего на почему а тема обсуждать кто-то из военных вот обсуждали не вы не вышли на вы вышестоящие на вот это для вас война ну получается война получается война в войне есть цели но они есть объясните мне за что воюет российской федерации вот лично мне как украинцу за что ну российская федерация не знаю за что воюет но как говорится многие люди просили российскую федерацию чтобы помогали многие это кто украинцы тоже те же где не только на лднр и в харьковской области когда да везде показывают и по телевизору везде а кто вот я вот просто назовите мне имя кто в харьковской области да ну или я супа не поминал я не знаю ну не ну вы вы понимаете а вы знаете что например в этом в водной антарктиде пингвины просили спасти их российскую федерацию вы в курсе этого пингвина заговорили там ну такого быть не может в смысле почему но потому что не новое сами понимает не так я понимаю но вы мне просто говорите ну а мадагаскар тоже хочет стать свободным вы не слышали это вот вчера мадагаскар сказал путин веди войска освободи нас не слышали этого нет тоже это не покажут не покажут а где показывали что харьковская область хотела освобождение по какому телевидению у нас показывал н.р. что харьковская область хотела освобождение да кто там вещал люди обычно люди с улицы заболе интервью когда это было это было еще в четырнадцатом году показывали смотрите то что там хотели сделать хнр харьковская народная республика это да это факт но не смогли так как на донбассе не смогли это факт то есть часть небольшая какие-то маргиналы хотели это сделать мы сейчас говорим о сегодняшних как бы вещах вы положите вот вы всегда вот ну телевидение все вот блогеры корреспонденты всегда говорят о том что вот вот сейчас мы то время не трогаем ни четырнадцатый год не пятнадцатый год не шестнадцатый до этого времени пока до 22 года это до этого времени это не трогаем ну когда же мы вот получается мы хотели автономную республику ну луганскую и донецкая как это пытались это сделать чтобы без войны без ничего это все должно было поговорить нам же не разрешили в ответ пошли самолеты вот видите вы с одной стороны вы до 22 года 14 по 22 год вы не трогайте эту тематику а только с 22 года вы пытаетесь сказать ну я не против да война это очень плохо много жизней гражданских и со стороны военных со всего и много гражданских жизней ушло но факт то что многие сейчас пытаются все доказать что 14 по 22 год это было так сказать между собой мы были ну как так сказать лднр и украина между собой воевал а сейчас просто напала россия нет так никто не говорит и вот ну да 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 ну вот вы можете такое вот но много это сейчас вот ну везде вещают даже те батюшки которых нам приходят даже эти пытаются это подставить так что более политику не имеет значения но идет это к тому же я я считаю я считаю что с 14 года воевала украина и россия потому что россия поддержала лнр днр она поддержала оружием она поддержала вот этими всеми добровольцами она поддержала кадровыми офицерами которые там стояли и она поддержала даже внизу в некоторой мере войсками если бы не россия ничего бы не было а теперь вы хотите чтобы мы это говорили я вам буду говорить вы знаете как например вот в конституции украины прописано как например может быть автономия вы знаете как вообще это формируется ну я естественно в этом не знаю как это формулируется но я вам у нас были главы которые об этом все знали какие главы ну луганском кто ну кто у нас там было это не помню сейчас кто там были не ну хорошо я готов говорить 14 года я готов говорить 14 года я считаю что это началась война между украиной и россии россия зашла в донбасский регион если бы россия не зашла в донбасский регион ничего бы этого не было здесь и прессия не зашла в донбасский регион вы просто раздавили бы все вы это кто ну украина вас было хорошо давайте пойдем по-другому у вас какие паспорта на свою кожу украинскую лнр у вас лично У меня украинский ЛНР. Вы себя больше кем чувствуете? Я себя чувствую свободным человеком. Что значит свободным человеком? В своей области, в Луганской. Что значит свободный человек? Вы кто? Вы украинец, россиянин, не знаю, там житель Донбасса, Эфиоп, Бабуин. Житель Донбасса. Житель Донбасса. Что такое значит житель Донбасса? Где такая народность здесь? Житель Донбасса. Ваш Донбасс. Что это такое житель Донбасса? Объясните мне, пожалуйста. Да, мы с одной стороны, да, мы украинцы. Но факт тот, что мы хотели автономию. Автономию нам не дали. А как ее можно было давать, когда зашла Россия? России еще не было, когда мы просили автономию. А как не было? Вот так вот. А России не было. Автономия просилась раньше. Когда? Ну, чуть раньше. Когда? На неделю раньше, ну, 10 дней. Это начиналось... Когда? Назвите мне месяц, когда просилась автономия, и каким способом? Наверное, в мае месяце. Даже, наверное, раньше. Так в мае уже был референдум. В мае уже был референдум. Я уже не помню этих всех событий. И у вас какие дни, так сказать? Но факт тот, что... Как просила? Вот просто объясните мне, кто просил? Каким способом просили? С оружием то, что вышли на улицы? Оружие не было. А почему нужно? Хорошо, я зайду с другой стороны. Там были большие проукраинские митинги. Люди хотели оставаться в составе Украины. Вот просто объясните мне. И что, слушать не нужно было? Я был лично, присутствовал в Донецке и Луганске тогда. Были большие проукраинские митинги. С флагами совсем. Ну, да, может и были. Я это не обещаю. Ну, а почему... Я на этот митинг, во-первых, не ходил. Ну, во-вторых, если вы говорите об этих митингах, такой же самый вопрос. Почему вы не слушали? Вот кто хочет в ЕС, а кто не хочет в ЕС. Вы же не слушаете тоже. А где? Что, Украина в ЕС? Не, ну, пытается шватишь в ЕС. Сколько это уже... Ну, все равно, что пытается. А других не слушали. Многие люди тоже так же не хотят. Даже если бы были, ну, так сейчас сказать... А кого нужно спрашивать, в ЕС или не в ЕС? Просто объясните мне. Вы не хотите в ЕС? Нет. Объясните, почему? Не хочу я просто. Я хочу быть у нас отдельно. Ну, грубо сказать, даже по Украине. Но отдельной страной. А что вам поменяют, если у Украина войдет в ЕС? Ну, вот не хочу я с ними быть. Вот просто так. Вот здесь не русские просто. А? Они мне никто. Кто? Хоть русские, хоть те, они никто. Нет. Просто объясните мне, что для вас лично изменит вход в Украину в ЕС? Зачем нам нужно потом будет НАТО на нашей территории? Стоп. ЕС и НАТО? Это две разные организации. У нас будут и прожиточные минимумы больше намного. Зарплаты останутся те же, а прожиточные минимумы будут больше. Это 100%. Вы себе вообще слышите? Вы чисто несете ахинею. Зарплата будет больше, а прожиточный минимум больше. Больше. Да это хорошо. Если прожиточный минимум станет больше, это хорошо. Прожиточный минимум чего? То, что коммунальные условия и все остальное поднимаются. Сколько сейчас на Западе этот газ и все остальное стоит? Это стоит бешеных денег. А зарплаты у нас будут не такие большие. Откуда вы это знаете? Ну, вот предположение такое. Вы экономист? Нет, не экономист. Ну, мы не совсем глупые люди, чтобы этого понимать. Даже коренные, посмотришь новости, коренные даже там, ну, жители Европы там, и то говорят, что у них коммунальные услуги намного больше, чем... Какие жители? Какие европейские? Да ну, пока мы не сможем. Знаем, что коммунальные услуги больше стоят, намного сейчас выше стали для них, чем уже сейчас поподнимались с этими ценами и со всем. А где вы были на Западе? Нигде я не был. Мы смотрим телевидение. Мы черпаем всю информацию из телевидения. А это российские каналы, да? Ну, почему? Российские и украинские раньше были. То есть вам Европа вообще не нравится, да? Нет, мне Европа не нравится, вот честно, мне нравится. А почему? Я и в России не был, и в Европе не был. А почему не был? Я живу в Луганской области, и мне дальше не надо никуда ехать. Я сам себя зарабатывал на жизни, и нормально зарабатывал. А то, что у нас власти не могут ни с российской, ни с украинской, ни с европейской стороны, не могут нормально договориться без войны, без ничего, кажется, что-то как-то к чему-то, пойти к какому-то, к общему, ну, как надо сказать, концепции, чтобы не было такого вот раздора, то это не виноваты люди, которые обычные, ну, простые люди не виноваты. Виноваты все в этом государственные чиновники наши, потому что они не хотят этого делать, договариваться обо всем, спокойно и все. 24 февраля что случилось? 24 февраля, ну, нападение. Кто нападал? На кого? Ну, это... Россия начала войну, ну, не войну, а, как было сказано, спецоперация, военная спецоперация. Для чего? Для освобождения людей. Каких? Ну, тех, которые больше просистили, россияне, ну, не просистили за Россию, как-то сказать. А для чего их освобождать? Где они были? Ну, не знаю, для чего их освобождать. Ну, видимо, не просто так прошли и начали войну. Ну, не войну, а спецоперацию. Война — это же серьезная штука. Нужно было объяснить. Правильно? Ну, война — это серьезная... Это жизнь. Жизнь. Ну, подождите, ну, вот... Вы сейчас для сегодня... Я закончу. Где россияне Киевской области, Ниговской, Харкевской, Херсонской и так далее, Запорожской области, они же со всех сторон зашли? Они тоже эти области хотели освободить? Ну, в этих областях мы не были, ни в Киевской, ни в Запорожской. Нет, ну, типа, это факт уже исторический, что они хотели взять Киев за три дня. Это исторический факт? Что они там хотели освободить? Ну, я об этом не знаю. Нам об этом не докладывали. А мы коммунизировали... Ну, смотрите, вам это не докладывали, но вот есть это хреново. Вы точно это знаете с телека? Ну, не нравятся мне эти люди. Вот тоже вопрос... Вы кашу по утрам любите кушать? Ну, я в основном, ну, пока тут я кушаю, а на гражданской я не ем с утра. Не нравится, правда? Ну, я с утра не кушаю. Не нравится? Нет. Ну, это как, знаете, как отношение. Вот не нравится то самое, как не кушать кашу по утрам, потому что мне не нравится. Вы объяснить не можете. Вы путаете зарплату и прожиточный минимум. Ну, у вас нет понятийного аппарата в экономике. Понимаете? Понятно, что. Нет, я вам просто говорю. Вы знаете, что такое прожиточный минимум? В первую очередь, на мере, это твоя установленная заработная плата. Это не установленная заработная плата. У вас заработная плата может отнижаться от прожиточного минимума. Заработная плата от прожиточного минимума — это разные вещи. Понимаете? Но ЕС не нравится. Не нравится. А НАТО чем вам не нравится? Ну, а где, посмотрите, где было ЕС и НАТО, куда они заходят, там тоже войны идут. Где? Например? Ну, даже возьмите. Где, где зашло ЕС? Сирия. Была война? Стоп. Сирия. Стоп. Подожди. Потом Афганистан. Была война? Косово то же самое. Была война? И многих государств были, где Европа, там НАТО присутствовали, а войны были. А смотрите, вот НАТО, ЕС и нету в Украине, а война идет. Ну, война тут идет. Нет, ЕС и нет. Правительство не смогло договориться ни о чем. Ни если нет, а не надо. О нормальной жизни, чтобы поговорить. Чтобы никто не захотел ни с кем разговаривать. Вот даже у нас, когда были наши, кажется, появители, народные избранники, как всегда мы говорим, в Луганской республике, хотели разговаривать с господином Зеленским. В этом было и с Порошенко, и с Зеленским. Это было... А кто не... Не, подождите, ну, вы говорите, вот, кто они такие? Их выбирал народ. Ну, допустим. Как выбирал? Ходили на голосование и выбирали. Когда они были? Ну, когда давно уже были. Вы знаете, что ДНР, ЛНР – это марионеточные республики Кремля. Там все на местнике от этого, от РФ. Что с ними разговаривать? Они делают то, как скажет Путин и Россия. Ну, вы, поймите, ну, вы себя считаете, извините меня, невъебленным регионом. Но все решается Россией. И решалось Россией. Нет, ну, это понятно. А то, что... Зачем, зачем Украине президенту разговаривать с каким-то чепушилиным, еще кем-то? Они и так ничего не решают. Кто они такие? Ну, в данный момент они там пока сейчас главы. Какие они главы? Они поставлены Кремлем и все. С каким-то чепушили на хуй разговаривать. Нет, донецкие не... Кто глава, так называемый АЛОНАР? У нас пасечник. Кто такой пасечник? Наш глава. Ну, вы его признаете. Ну, в данный момент пока признаю. Нет, мы сейчас не говорим. Зачем разговаривать, не заговорить? Факт того, если бы не вписалась Россия, Украина бы могла разрешить эту проблему сама? Конечно, могла. Только она пошла другой стороной. А как, например... Пошла другой стороной. Начала ехать военная техника на нас. Начали бомбить самолетов. Она шла не на вас. Вот вы как... Нет, тогда еще не было Российской Федерации у нас. Тогда просто люди начали возмущаться. И решили там все задавить. Украинская техника ехала на контроль... Для контроля границы. Потому что границу Украина не контролировала. Тогда. И через границу шла техника, оружие и так далее. Вот и все. А некоторые местные просто ее останавливали. Вот это возмущение. Это возмущение. И если... Местные там вышли в саммит добровольно. И если бы не под границом автоматическое выходили люди... Послушайте, если бы Украина контролировала границу, то можно бы было потом говорить и о том, что вы хотели автономию, да? Да. Вы знаете, как за законом вообще формируется автономия? Ну вот в Конституции прописано, как регион может иметь автономию. Знаете, как... Нет, об этом я не знаю. Ну, вы не знаете. Это можно сделать. Это можно было договорить. В законе это все прописано. Если бы Донбасс так хотел автономию, когда бы Украина контролировала границу, может быть, он ее бы имел. Если бы вся Украина на референдуме за это проголосовала, было бы голосование в середине этого региона, и он бы был автономным. Крым автономный? Это автономия? Значит, можно так было? Крым и давно был автономный. Нет, я вам просто объясняю эти все вещи, что это все можно было сделать цивилизованно без России. Без России. Без России пытались сделать, и что не получилось? Послушайте, с оруженными станками на улицах российскими? Нет, их не было тогда. Не было. А в Крыму тоже не было российских военных? За Крым, не знаю, там не было. А за Луганское, руи, их не было сначала. Хорошо. Теперь объясните мне, ну вот сколько сейчас погибло солдат российских? Сто тысяч. Можете мне объяснить? Ну, это, знаете, честно сказать, это не факт, да. Вы, вот знаете, сто тысяч там, двести, четыреста тысяч. Хорошо, сколько погибло? Ну, я в это не верю, потому что, ну, не может быть такого. Это, грубо сказать, в день. Сколько сейчас война идет, получается, дней? Ну, уже триста. Триста дней, да, получается? Да, почти в глаз погибло. Сколько в день погибает человек? Ну, посчитай. Ну, да, я не против там. Это, может быть, число, ну, меньше, чем показано. Ну, хрен с ним, ну, 50 тысяч умерло, 80 тысяч. Да, ну, я думаю... Ну, за что они умерли? Можете объяснить мне? Ну, многие люди идут, кажется, и за деньгами, и за всем. Ну, а идея какая-то там присутствует? Не знаю, я у них не спрашиваю. Ну, вы не можете назвать даже идеи, но за Россию выписываетесь дико. Ну, почему, если, как говорится, вы, ну, вот даже такой вопрос к вам. Да. Почему, вот, Украина в составе, когда мы еще, ну, когда была еще без войны, без ничего, в 14-м году, вся милиция и все военные просто-напросто бросили и ушли. Оставили простых людей. Наработали все. Не, на Донбассе? Да. Да нет, да это факт, смотрите. Да это факт. Не-не-не-не. В Луганске не было ни милиции, ни военных не было. Послушайте, местная милиция, многие из них, многие из них перешли на сторону сепаратистов. Ну, это тоже надо. Это факт. Нет, нет, я сразу так было. Многие из них. Берхут, который возвратился с Майдана, в Крым поехали на восток. Это факт. Ну, вот видите, вот просто-напросто бросили. А, как у нас говорится, то, что бросают, ну вот, хозяева, многие пытаются это все поднять. У меня вопрос. Украина должна была это все, ну... Ну, лояльно это все обсудить, если есть разница. В 2014 году только все начиналось. В чем вопрос с полицией? Ничего она не остановила, не подавила, не бунты, ничего. Нужно было подавить? Ну, хотя бы попытаться, ну, не то что подавить, хотя бы мирным путем это все... Так подавить или не подавить? Ну, и подавить, и потом, да, сесть за стол переговоров и разговаривать тогда, ну, с людьми. Не просто так вот, как с каким-то быдлом или с кем-то там, а просто с людьми надо бы разговаривать и давать вот эту автономную республику. Почему люди просили автономную республику? Потому что, чтобы меньше платить налоги, ну, в Киев, грубо сказать. У меня зарплата была меньше, меньше, потому что пришла сначала, куда? На наши все податки, так сказать, в государство, а потом только нам это копейки все распределялось, правильно? Капец, вот там все экономисты, киперный театр. Я вам сейчас немного объясню. А сейчас как в Украине это все происходит? Сейчас мы обучаем сами на себя. Вот я ему говорю, я дал, в Украине я не знаю, я в Украине не буду. Послушайте, послушайте, вы там такие большие экономисты, что у меня просто голова пухнет все. Все шахтеры-экономисты, они готовы. У меня такое иногда ощущение, что вы готовы работать в банке мировом. Вы все понимаете, все экономики знаете. Я вам скажу, в Украине после Майдана, который вы так не любите, прошла реформа децентрализации. Она это называется. И сейчас все налоги остаются на местах. Это же сейчас. Это же не тогда, когда мы просили. Послушайте, Майдан это сделал, эту реформу. А знаете, кто к ней как бы толкал? Ненавистный вам Европейский Союз и так далее. Потому что это нормальные вещи, чтобы деньги оставались на местах. Это реформа децентрализации. Вот я сейчас найду, это мне кажется, 15-й год или какой. Ну серьезно, ну вы такие там экономисты, что просто за... Не, ну даже вот вы говорите, пускай мы там не совпадаем так сильно, но по сравнению с тем, как показывают, даже по телевидению показывают, какой бы у вас внешний долг по Януковичу и какой сейчас долг. Это тоже большая вещь. Вам что меняет внешний долг? Ну это называется внешний долг, это то же самое, за то же топление, за все остальное. Причем тут, объясните мне, что такое внешний долг? Народ больше будет платить на всякие... Послушайте... Будет ставить. Послушайте, что вам что-то... Послушайте, какой был долг при Януковиче? Я не помню. При Януковиче? Ну мало было. Мало. У вас жизнь изменилась от Януковича до Януковича, лично для вас? Ну вот честно сказать, при Януковиче мы жили хорошо. А внешний долг как на это повлиял? Там меньше был, чем сейчас. А я вам сейчас открою одну вещь. Хорошо, для вас это, я думаю, будет шок. Кто больше сделал для продвижения в Европейский Союз? Ющенко или Янукович? Ющенко, не Янукович. 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 Это факт. Янукович. То есть он большинство документов сдвинул из места. Янукович. Это факт. Я это говорю на камеру. Если бы это было Янукович, этого бы не произошло, ни Магдана бы не было, ничего. Это все спокойно пошло бы, если там еще куда-то, и все. А так это, ну не поверю, что я сделал, что я это Янукович. Реально, ну с вами так тяжело говорить. Вот вы, у вас высшее образование. Да, Янукович я не люблю за того, что он, ну извиняюсь за уважение, мудак, он бросил нас. Он свалил сразу, как только началось это все. Хотите сказать что-то украинцу? Извиняюсь за то, что и шире, так сказать, что вы пошли на вашу территорию. С войной. А россиян? Россиян, чтобы постоянно нас освобождали. Меняли домой. Потому что дома уже 10 месяцев не были люди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулак. Продолжение следует...